Всем привет! Сегодня будет немножко необычный влог. Я отправляюсь на Интер для того, чтобы показать вам телевидение изнутри. Расскажу вам о том, что вообще происходит на телеке, как устроиться на телевидение. Думаю, это будет интересно многим, потому что часто меня спрашивают о том, как начать снимать, с чего начать снимать. Я думаю, в этом видео вы все узнаете об этом, так что поехали! Подхожу я на Интер уже. Сегодня, кстати, 10-й год Интершколы юбилейной. Кто не знал, я сам в том году учился, потом попозже об этом расскажу. Ребятам дали задания. Здесь традиция. Каждый год первое занятие, и дают задания, и ребята начинают снимать. Фишка первого дня в том, что люди вообще не знают друг друга, их распределяют на команды. В каждой команде есть полный набор. Оператор, режиссер, сценарист, журналист и так далее. И нужно выполнить задания, отснять это все. Но люди вообще друг друга не знают в этом, и интерес, что как бы ориентированы на командную работу. Текст это такая скучная фигня. Это прикольно это просто все сделать. Надо сыграть это все. Надо играть в нем. Мы же не в лагере пионерском, где там надо речо включать. Надо прикольно это все разыграть. Вот у меня тут человек, с которым я учился в том году, лучший на потоке режиссер. И расскажи, как вообще в этом году, что тут происходит? Вообще, что? Ну, то же самое, что было в прошлом году. Задачу дали показать 10 лет. Что значит для человека 10 лет? Ну, в принципе, прикольно, как всегда, веселые люди. И, кстати, вот яркий пример того, что если реально хорошо все делать и быть профессиональным с своего дела, то вот берут на работу. То есть, я же так понял, ты работаешь, да, в зале? Ну, устраиваюсь. Пока еще не устроился. Ну, то есть, ну, все равно уже предпосылки есть. Главное, знать, чего хочешь и идти к этому. А в интершколе это всегда нужно найти. Говорят, что оператор это мужская работа, но мы видим, бывают и исключения. Да, это я. Прекрасные девочки тоже на 10-й год пришли. Как, тебе камера не тяжелая? Нет, все хорошо. Хорошо, да? А снимала до этого или это первый опыт? Ну, так, пыталась. Ага, я понял. Да. Все уже разбрелись немножко, а я потихоньку иду вовнутрь. Так. Вот мой пропуск. Откройте меня, пожалуйста. А, смотри, давай. А, нам ушел вдалек. Как я вам и обещал, покажу вам сейчас немножко интересностей всяких. Вот. Это настоящая студия, на которой снимают передачи. Кстати, студия действующая на данный момент. Интро снимает здесь шоу. Какое говорить не могу. И в этой студии в прошлом году у меня проходили занятия по операторскому мастерству. То есть, там, свет, камера, все. В том году все поменялось немножко. Вот так вот. Чтобы понимали, выглядит изнутри. Настоящие студии, на которых снимают серьезные проекты. Сомневаюсь, что кто-то вам освещает. Что это покажет, потому что доступ в такие места вообще запрещен. Но, так как сегодня у меня полномочия полноценного сотрудника, я могу вам показать это. Сейчас я вам покажу еще одну комнатку. Она называется инженерная. Это комната, с которой управляется вообще всем процессом съемок. То есть, во время съемки на студии находятся участники. Вот. Стоит камера, то есть там оператор. И все. Все остальное, там, режиссеры, звукооператоры, все. Они находятся в технической комнате в инженерной. Сейчас сюда пройдем. Я вам тоже ее покажу. Вот она, инженерная комната, с которой происходит весь процесс управления съемками. Тут огромные мониторы, вот, на которых выводится все изображение. Еще одна важная часть вообще процесса, который происходит, вот, эта монтажная комната. Вот тут две прекрасные девушки. Но нас интересует вот эта комната. Я понял, все движение вообще, все самое главное происходит именно здесь. На стенах висят фотки выпускников прошлых годов. Забавно, я даже нашел здесь себя. Вот он я. Довольно-таки приятно видеть себя на стенах. Вновь прибывшие в 10-й год интершколы. Расскажите, какая специальность вообще? Чего ожидаете? Как вам первый день? Ну, специальность продюсер. Хочу попробовать, хочу совместить какие-то интеллектуальные способности с творчеством. У меня специальность режиссура. Впечатления у меня отличные. Я, честно, ожидала, что все будет гораздо сложнее. Знаешь, я рассчитываю научиться работать. Знаешь, в голове, когда читаешь, что посмотришь, имеешь какие-то идеи, у тебя есть представление, как оно должно выглядеть, осталось научиться, как это делать. Я специально журналист. Первый день. Я в восторге. Мне все нравится. Позитивчик. Сначала было сложно. Ты видишь какие-то идеи, тебе говорят, нет, все плохо. И ты такой сидишь, просто там в голове. Ну, блин, надо что-то родить. Надо что-то родить. Ну, в общем... Получилось? Получилось родить? Ну, я надеюсь, что да. Ну, родили. Вот. Причем у нас там 10 детей. То есть доношенных, да? Все полноценные, 9-месячные. Да, да, да. Не выкидывающие. Все хорошо, да. Вот поэтому, я думаю, что все хорошо. Я понял. Мы надеемся на это. Вот так вот прошел мой сегодняшний день на телеке. Как вы уже успели понять и догадаться, я тоже учился в интершколе. Вот в том году вот такой вот диплом у меня есть, сертификат международного образца. Он на английском и на русском. О том, что я квалифицированный телевизионщик. То есть мне было реально интересно заниматься, потому что мне это дело нравится. Я получил море впечатлений, опыта. То есть на самом деле главное это опыт. То есть работа в студии, вы больше нигде такого не получите. Как бы вы там не думали, что вы крутые, там умеете снимать, реально опыт с таким оборудованием не получите нигде. И в этом году на Интере стартовала новая специальность. Она называется видеограф. То есть видеограф это более универсальная работа, чем оператор, потому что видеограф должен уметь сам и снимать, и монтировать, и придумывать сюжет. Поэтому будут занятия не только по операторскому мастерству, а также по режиссуре, драматургии, журналистике, и монтажу. Я думаю, в принципе, специальность очень интересная. Будет очень полезна для блогеров, для журналистов, вообще для людей, которые собираются производить уже готовый продукт в одиночку, то есть которые не хотят там какой-то командной работы или еще что-то. Вот, я думаю, допустим, для Ютуба идеальная работа. Это в принципе и для телека тоже, для фриланса. Поэтому для всех тех, кто хотел научиться снимать, я думаю, самая отличная специальность. Приходите, вам там всегда рады, вас ждут. Все ссылки, как попасть, все полностью подробно будет написано внизу. Подумайте над этим хорошенько. Я думаю, это очень отличный старт для дальнейшей карьеры, развития. Ты на телевидении, да и не обязательно на телевидении. Поэтому все, кто так давно мечтал попасть на телек или связать свою жизнь с медиаиндустрией, вот вам отличный шанс. На этом, пожалуй, все. Спасибо за подписку. Ставьте пальцы вверх. И до скорых встреч. Пока-пока.